Восточный Казахстан Восточный Казахстан Восточный Казахстан Восточный Казахстан Восточный Казахстан А наш путь лежит дальше, туда, куда от трансформаторной подстанции тянутся стальные провода, крепко цепляющиеся за расставленные на всем протяжении маршрута деревянные столбы. По этим проводам доставляется жизненно важный ресурс, без которого сегодня сложно представить быт современного человека. Дорога с самых первых километров оказалась очень сложной, но сложность эта обусловлена не ее состоянием. Несмотря на относительную заброшенность, дорогой пользуются, хотя и редко. Передвижение затрудняли открывающиеся по обе стороны пейзажи, сочетающие в себе тянущиеся цепочки гор, покрытых вечно зелеными соснами. Останавливаться приходилось буквально через каждые несколько сот метров, не давая фотоаппарату перевести дух и один за одним высаживая его аккумуляторы. Субтитры создавал DimaTorzok Далеко за полдень петляющая дорога привела к ледяной переправе через реку Таинты. Где-то там, под толщей льда, слышно едва различимое журчание речки на своем пути к Эртышу, собирающей многочисленные горные речушки, как именные, так и безымянные. В этом месте, на противоположном берегу, полтора года назад и закончилось наше путешествие. Сегодня отступать назад в мои планы не входило, но, признаюсь честно, при виде наломанного льда от следов, прошедшего здесь несколькими днями ранее тяжеловеса, на душе становилось как-то неспокойно. Связи здесь нет, а идти за помощью пешком – путь не близкий. Да и вообще, еще с давних пор я с опаской относился к ледяным переправам. Но желание пройти намеченный маршрут до конца одержало верх. С осторожностью переправляю машину на противоположный берег. В этом месте русло реки имеет наиболее широкую часть и пологие берега. На старых картах видно, что дорога здесь была оборудована мостом. Действительно, мост здесь был, насыпной, но всякий раз неспокойные весенние воды горной реки смывали насыпь, разрушая переправу. Вообще же места эти по-особенному красивы. Опетляющая вдоль реки Таинты горная дорога, проложенная много лет назад, настраивает на правильный лад и единение с природой. Вот только природа эта каждый раз показывает человеку, кто в доме хозяин. Сегодня она была к нам благосклонна, позволив переправиться на тот берег реки. Время в поездках и путешествиях летит стремительно и незаметно. Также незаметно подкрадывается и чувство голода. Обеденный час застал меня в горах Каракаин, безмолвных и величественных. Расположившись на берегу скованной льдом реки, разворачиваю полевую кухню. Меню сегодняшнего дня простое и незамысловатое. Впрочем, как и всегда, несколько штук золотистого цвета вареных картофелин, сдобренных парой капелек растительного масла, как нельзя лучше утолять чувство голода на ближайшие часы. Порой человеку нужно совсем немного, хотя бы ненадолго убежать от городской суеты, создаваемой бесконечным потоком гудящего автотранспорта и вечно спешащими куда-то жителями городов. Находясь в окружении гор, защищающих от вольных ветров, пытающихся прогнать чужака во свояси, в какой-то момент понимаешь, что единственным источником шума здесь являешься ты сам. Стоит на миг задержать дыхание и замереть, и накрывает абсолютная тишина, нарушаемая завыванием ветра на макушках гор до стуком сердца в груди. На сегодня посиделки на берегу реки Таинты окончены. Мечтай, не мечтай, а пора собираться в обратный путь. Тем более, что до асфальта еще далеко, а до города еще дальше. Неохотно собираю полевую кухню, еще недавно развернутую в этом прекрасном месте, а в мыслях все так же назойливо сидит желание менять подход к путешествиям. Однодневные вылазки – это, безусловно, хорошо, но в постоянном режиме такие путешествия очень изматывают. Так и сейчас желание посидеть здесь хотя бы еще немного перебивает необходимость добраться до большой дороги засветло. Тем более, что впереди еще одна запланированная короткая остановка у заброшенной плотины ниже по течению реки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не только разноплановыми ландшафтами богата восточно-казахстанская шкатулка. Целый пласт истории лежит глубоко на ее дне. И это, по определенным меркам, грандиозное сооружение на реке Таинты тому подтверждение. Второй раз я стою на рукотворном бетонном памятнике, возвышающемся над горной рекой, и вновь я поражаюсь размахом стройки, гремевшей здесь многие десятилетия назад. А в голове все те же вопросы, возникшие полтора года назад, и так и оставшиеся без ответов. Кто и для каких целей возводил этот проект, и почему он был оставлен на саморазрушение. Ответы на эти вопросы хранят лишь безмолвные свидетели былых дней, вершины гор Каракаин, денно и ночно стерегущие дорогу, словно роспись на шкатулке, петляющей вслед за местным проводником, рекой Таинты. Да, пожалуй, старые деревянные столбы, крепко держащие электрические провода, по которым доставляется жизненно важный ресурс в пока еще жилые поселки. Субтитры создавал DimaTorzok